Отчаянно торговать день напролёт? Только 10%? Да брось! С каких пор ты опустился до уровня марионетки аналитика? Канал пиши под этим видосом также комментарий, и можешь привлечь своих друзей и знакомых, чтобы тоже повысили активность под этим видео, и тогда повышается шанс того, что вторая часть выйдет как можно быстрее. Ну а сегодня у нас первая, так что погнали! Бартон молча смотрел на меня. После перепланировки инвестиции в размере 300 тысяч молсов станут в благодарность тебе долгом для этих людей, которые владеют на данный момент землей. Я не совсем понял. В благодарность тебе долгом для этих людей. И тогда годовая просотная ставка будет более 20%! Так ты говоришь об этом? Верно. Я вот нихуя не понял. После моих слов Бартон издал тяжёлый вздох. Вот значит, что ты имел в виду! Так что ты думаешь? Спросил я ещё раз. И получил ответ. Бартон не из тех людей, которые не могут понять ситуацию. С точки зрения прибыли и убытков, всё это дело, несомненно, будет прибыльным. Бартон отпил свой ирландский кофе, прополоскал им рот и проглотил. Слова, которые я ожидал услышать после горячего кофе, оказались холоднее льда. Я должен отказаться! Всё. Я был шокирован настолько, что несколько секунд не мог ничего ответить. Почему нет? Из-за моей вспышки гнева Бартон накмурился и поставил свою чашку. «Всё проблема в том, как человек живёт», – сказал Бартон. «Может быть, он имел в виду, что лучше оставить людей и разбираться со своими бедами самостоятельно?» «Я не хочу, чтобы ты меня неправильно понял. Если бы у меня было желание, я бы предложил помощь». В таком случае... Но я Бартон Кладвитсон из Британики. Мне нужно рассматривать это с точки зрения Бартона Кладвитсона, руководителя Британики. Я преувеличил вложенные мной средства во мне до нескольких десятков миллиардов молсов. Это деньги не мирового масштаба, но этого достаточно. Поэтому на меня оказывается высокое давление. И мне постоянно нужно поддерживать производительность. Я не понимаю, о чём он говорит. Но у Бартона было такое рвение, которое не могло заставить меня просто молчать. «Я должен тщательно инвестировать. Если я отойду от этого правила, то перестану быть тем, кем являюсь. Поэтому вся проблема в том, как живёт человек». «Но!» «То, что ты собираешься сделать, кажется тебе благородным и правильным. В твоём дневнике за поведение будет явно стоять положительная оценка. Однако...» Потому как он это сказал, казалось, что Бартон жалуется на необоснованные принципы сообщества. «Такой работой должны заниматься посредственные отделения. Посредственных банков». Я не мог подобрать слов, чтобы противостоять ему. Бартон не обратил внимания на моё ошеломлённое выражение лица. Он посмотрел на чашку в своей руке и продолжил. «Я не буду говорить, что это плохая работа. Я также не думаю, что это пустая трата времени. Однако, делая что-то подобное, это приведёт тебя к низам. А место, в котором нахожусь я, подобно этому. Подумай вот над чем. Как думаешь, сколько для нас всех стоит проживание на Луне? «Люди любой развитой страны Земли побледнеют, узнав об этом. Поэтому я должен отказаться. Для меня это нельзя назвать инвестициями. Совсем». Кратко сказал он. «Я уже слышал, что если кто-то собирается инвестировать большую сумму денег, он не должен поддаваться эмоциям. Благодаря остальной решимости и железным яйцам, даже если вселенная скоро погибнет, такие люди будут стараться поддерживать производительность своих инвестиций». Бартон был воплощением этих людей. «Кроме того, если ты стремишься попасть на улицу Шрёдингера, тебе тоже нужно иметь такую силу воли. Инвестор должен в любое время учитывать все наилучшие возможные инвестиции. Наилучшие возможные условия. И наилучшие возможные интервалы. Это слова единственного человека, которого я уважаю. Мистера Непобедимого». «Этот человек был настоящим зверем с капиталом в 80 миллиардов мулсов. По сравнению с ним, я чувствовал себя тараканом, которого могут вот-вот раздавить». «Так что, если ты думаешь, что сможешь спасти этих людей, прими этот вызов как настоящий инвестор». «Время». «У меня недостаточно времени». Я посмотрел на пар и спускаемый какао, когда произнес эти слова. «У меня оставался всего один день. Последний день. У меня есть 720 тысяч мулсов. К понедельнику мне любой ценой нужно заработать миллион мулсов. Хотя будет достаточно и 900 тысяч. Но это невозможно. Даже если я буду отчаянно торговать день напролет, 10% это мой потолок. Так что?» Я поднял лицо и посмотрел на Бартона. «Я не хотел признавать, что я плакал». «Так что?» Но голос Бартона был всё таким же холодным. «Инвестор. Успешный инвестор. Он профессионал. Профессионал среди профессионалов. Помощь кому-то, кто обещает возвращать тебе деньги потом, не входит в планы такого человека». Я повесил голову. «Мне было нечего сказать. Это было невозможно. Мне нужно было наив... Не нужно было наивно надеяться... На что-то». «Невозможно. Это правда так?» Вот что сказал Бартон. «Отчаянно торговать день напролет? Только 10%? Да брось! С каких пор ты опустился до уровня марионетки аналитика?» «Отэд мотивация, ёбананах!» «Походу, это даже лучше, если бы он просто дал бабло». Я поднял голову и увидел, как раздражённое лицо Бартона нахмурилось ещё сильнее. «Я видел твоё последнее решение, которое ты принял во время инвестиционного конкурса. Это было довольно впечатляюще». «Вот так вот. В этом и есть вся суть торговца. С каждым движением твоё мышление становится более ясным. У меня бегут мурашки по телу, когда я вспоминаю о времени, когда я сам только начинал. Провал, безусловно, рано или поздно настигнет тебя. Но есть такие ставки, которые ни за что нельзя пропускать. Это всё». «Пока Бартон читал мне нотацию, я вспомнил те времена, когда меня колотил собственный отец. На самом деле, было очень странно, что я вспомнил об этом именно сейчас. «Время... Кроме того, если у тебя мало времени, то тебе нужно просто найти кратчайший путь». «А?» «После этого Бартон отхлебнул кофе». «Помнишь, что я сказал, когда взял тебя с собой и рассказал о своих инвестиционных методах?» Я порылся глубоко в своей памятью. У меня была уверенность, что я запомнил каждое слово. «Да». «В таком случае, точно. Здание, на которое мы смотрели. Ты помнишь название компании, владеющей им?» «А?» «Я не понимал, к чему он задал этот вопрос. Да к тому, что это здание уже кто-то выкупил. Скорее всего». «Но я сразу же ответил». «Ринг так». «А?» А затем он внезапно истерически вскрикнул. «Чё за? С тобой всё хорошо?» «А?» «Ринг так, прекрасная компания. Но компания, за которой мы следили, была другой, не так ли? Но что это была за компания? Я не могу никак вспомнить. Подожди-ка немного». После сказанного Бартон порылся в своём пиджаке и вытащил оттуда небольшой терминал. Затем он постучал по экрану и продолжил. «О, вот оно! А теперь я вспомнил! Вот, смотри!» Он положил свой маленький терминал на стол. Там были все данные по компании. «Да ладно тебе, возьми! В конце концов, я купил тебе за высокую цену!» Бартон посмотрел на меня, когда я посмотрел в терминал. Ухмыльнулся и после этого рассмеялся. «А? Но...» «Ладно, алкоголь пробудил во мне желание перекусить!» «Да чё там такое, бля? Мы тоже хотим знать!» Бартон нарочно сказал это, встав и похлопав меня по плечу. «Я несколько раз оглядывался между Бартоном и его электронным терминалом!» «Он чё, купил ту компанию для этого пиздюка?» «Или что?» «И, наконец, я нашёл связь!» «Это были...» «Инвестиционные новости!» «Я нихуя не понял, если честно!» «Кстати говоря, когда в следующий раз намечается дождь, обычно в такие дни только плохие новости!» «Это удручает!» «Надеюсь, что ливень пойдёт не в понедельник!» Выпитив свою огромную грудь, пробормотал Бартон. «Волнения было достаточно, чтобы по шее пробежали мурашки!» «Конфиденциальная информация!» «Это была конфиденциальная информация!» «В дождливые дни у меня наступает депрессия!» «Неприятная вещь, да?» Бартон подмигнул мне. «Он действовал так глупо и не по его характеру, что если бы я был девушкой, то ушёл бы от него!» «Ну, что насчёт еды?» «Я знаю отличное место, где продают вкуснейшую рыбу!» «Я встал и склонил свою голову!» «Прости! Сегодня не получится!» «Ладно, жаль! Но мы же можем встретиться в любое время, верно?» «Верно, ам...» «О, уже так поздно! Мне лучше кое-кому позвонить!» Бартон ухмыльнулся, не сказав ни слова благодарности, я снова склонил свою голову. «Я снова пришлю письмо!» «Конечно, буду ждать! Понедельник будет дождь, помни об этом!» «Да!» «Ответил я и побежал! Но потом вернулся обратно!» «Я забыл заплатить за какао!» «Ты чего? Хочешь меня так опозорить?» «Прости!» «Ничего, не беспокойся об этом!» Это были довольно отчуждённые слова. И я пошёл через кафе с элегантным интерьером. Многие леди и джентльмены удивлялись тому, что тут происходит, когда смотрели на меня. Но я не обращал на это никакого внимания. Мне было всё ни по чём, потому что мой учитель, который стоял у вип-столика, закричал мне вслед. «Счастливого пути, юнец! Держись за будущее обеими руками!» Это были ценные слова, сказанные одним из богатей в луне сопляку в потрёпанной одежде. Моя грудь чуть не лопнула от счастья, пока я бежал. Я проигнорировал глаза наблюдателей. Даже когда оказался в поезде, я хотел продолжать бежать. Я бежал без остановки от станции до царкви, а потом пробрался через храм прямо в гостиную. И тогда я сказал, «Я покажу тебе свою инвестиционную технологию!» Увидев меня в таком состоянии, глаза Хагана округлились. Воскресенье. Мы с Хаганой спали. Спали как можно больше. Я дал Лизе подобные инструкции, но она не должна допустить того, чтобы кто-то ожидал от нас каких-то хороших новостей. В понедельник мы поставим на кон всё, что есть. По этой причине мы решили набраться сил. Это всё, что мы могли сделать. В субботу вечером мы спали. А в воскресенье утром проснулись только для того, чтобы поесть и снова лечь спать. Я не был уверен, когда Хагана успела заползти ко мне в кровать, но я не придал этому большого значения. Меня всё устраивало. Да и Хагана тоже смогла расслабиться. А ещё с такой тянкой не спать, это же, блять, каким пидором-то надо быть, а? В любом случае, мы спали и спали. Мы спали, и наши тела как будто слились воедино. Будто зная, когда проснутся, мы оба одновременно встали и обнаружили, что была только ночь начавшегося понедельника. Мы с Хаганой смотрели друг на друга. Я не был уверен, что... Не был уверен, кто из нас проснулся быстрее. Но ненадолго мы с Хаганой затаили дыхание. Чувство прикосновения наших губ было мягче и слаще всего, что было на белом свете. Боже, он ещё и засосал её. Мы просто молча лежали в кровати. Мы с небольшими проблемами всё-таки смогли решить, чем займёмся, когда встанем. «Карлайл Инвестмент?» Спросила Хагана, сидя на стуле и запуская свой терминал. Она взяла мои... Свои длинные волосы, расчесала их, а затем позволила этим прекрасным чёрным волосам спуститься с её плеч. Я задался вопросом, неужели у Хаганы такой способ привести себя в бодрое состояние? Да. После моих слов Хагана открыла информацию об акциях. Это... да. Смотря на сидящую рядом Хагану, мне пришлось выжимать из себя каждое слово. «Будем использовать продажи без покрытия». Хагана ничего не сказала. Вместо этого она открыла свою программу и начала прикладывать все усилия, чтобы поддержать меня. Она начала вычислять значения. Бартон указал на эту акцию, отметив, что в понедельник будет дождь. Кроме того, внезапно и правда начали появляться новости о дожде. Это, несомненно, была инсайдерская информация. И у этой компании и правда будут плохие новости. Такой человек, как Бартон, имеет связи с сотнями компаний. И он, несомненно, собирает информацию с тысяч людей. Тем более, понедельник идёт следом после выходного. И в такое время обычно постоянно всплывают плохие новости. Были даже такие абсурдные ситуации, что исполнительный директор брал покататься велосипед, разработанный своей собственной компанией, и разбивался на нём, спускаясь со скалы. Естественно, компания без лидера сталкивалась с тем, что акции незамедлительно падали. Неизвестно, что может произойти. Вот почему так много случаев падения цен перед выходным. Все будут закрывать позиции, если почувствуют хоть крупицу опасности. Учитывая всё это, данную компанию можно считать лучшим выбором. Как и предполагалось, Carlyle Investment была инвестиционной компанией. Будь то ценные бумаги, недвижимость или какие-то товары, если они могут ими торговать, то у них нет реальных гарантий. На их акциях нет никаких точных описаний. Исходя из этого, неясно, что может произойти. Их годовой доход крайне нестабилен. В один год они зарабатывают кучу денег, а в другой несут большие потери. Про такие компании можно сказать, что они зарабатывают последовательную прибыль. Вот почему для такого бизнеса КР обычно привлекают людей, которые любят играть в азартные игры. Даже программа Хагана показывала резкие колебания цен. Ужасная компания! Похоже на то. Но она очень чувствительна к торговле. Глядя на экран, нависнув над Хаганой, я мог видеть ее ключицу. Слово чувствительна на самом деле довольно сильно меня потрясло. Мне захотелось ударить себя по голове от того, что я был таким идиотом. А Хагана в этот момент запрокинула голову и посмотрела на меня. Если мы продадим все за раз, думаю, что цена пойдет на снижение. А если нет, то что произойдет мы узнаем уже в следующий раз. Ну а на этом на сегодня все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok